Всем привет! С вами я, Артель. И сегодня я вам расскажу о такой игре как Vector. Vector это игра созданная компанией Naked в 2010 году. Naked это из 40. А сейчас я расскажу вам сюжет. По сюжету какая-то корпорация подчиняет людей своей воле и в общем-то превращает их в ученых соборов. Но Vector, также главного героя, удается выйти из подвинения этих воров и снимать себе вот эти наушники какие-то. И выпрыгивает из окна. Ну а дальше вам нужно просто путешествовать по локациям, выбегая от вот этих вот охранников и выполняя всякие акробатические трюки. Ну посмотрите. А теперь поговорим о самой игре. В игре у нас есть магазин. Да, магазин. Где вы можете купить одежду Force Blasters. Не знаю как это переводится, мне лень было искать это слово в переводчике. Ну давайте же. Благодаря Force Blasters вы можете вырубать охранника. А также в магазине вы можете... Одежда в принципе никак не влияет на игру. Поэтому можно ее и не покупать. Но зато выглядит она довольно красиво. Из одежды там есть кепка, шорты и шар. И в принципе больше в магазине ничего нет. Ну вы можете конечно купить внутреннюю игровую валюту от Vector. Но покупать игровую валюту за реальные деньги для меня это низко. Также в игре есть режим... Ну как вот это вот охранника, то есть охотника. Но в нем как-то не зашел. Если он вам понравился, то напишите почему. А теперь плюсы и минусы в данной игре. Сильно играть и ругать эту игру я не буду. Потому что она вышла в 2010 году. И это довольно давно. Но все-таки расскажу о плюсах и минусах. Для меня плюсом является то, что здесь классный сюжет. Но он мне реально понравился. Не знаю как вам, но он мне понравился. А еще плюсы я могу выделить очень приятную графику. Она мне очень нравится. А из минусов могу выделить вот такую сюжетную дуру. Почему такая огромная толпа охранников побежала за Vector. И еще из минусов могу выделить то, что очень малый, ну как нам сказать, ассортимент товаров в магазине. Хотя стоп. Погодите-ка. Я, кажется, понял, почему за Vector побежала такая огромная толпа охранников. В технопарке даже трава не настоящая, то есть она искусственная. Что если действия игры происходят в далеком будущем, когда технологии поработили мир. Но какой-то очень плохой человек использовал эти технологии не во благо, а во вред. Благодаря нему он поработил бедных людей и сделал из них ничемных рабов. Но сверхчеловек, Vector, я потом расскажу, почему я считаю сверхчеловеком. В общем, Vector удалось выйти из-под влияния этого диктатора. Давайте будем его узнать, диктатором так удобнее. Выйти из-под влияния этого диктатора Vector удалось. И вот, и сейчас я вам расскажу, почему я считаю сверхчеловеком. Vector с легкостью выполняет акробатические трюки, приземляется с большой высоты и получает ни царапинки. И с легкостью пробивает своим телом толстое стекло. А еще также он может пробежать один уровень, ни разу не отдышавшись. Его с легкостью можно назвать сверхчеловеком. Но все-таки Vector ловит в самом конце. И если бы Vector не поймали, то, возможно, он бы устроил революцию и покончил тиранией этого диктатора. Но в конце первой локации, то есть офисного района мы встречаем какого-то непонятного типа. Возможно, он тоже является сверхчеловеком. И если таких сверхлюдей было твое, почему не должно быть еще нескольких таких же сверхлюдей? Возможно, что на смену старому вектору придет новый вектор. И этот самый новый вектор положит конец тирании этого диктатора. И это, конечно же, всего лишь теория, не стоит ровный матерез. Но, как по мне, кажется, он очень правдоподобный. И вполне имеет место быть. Фух. Ну, в принципе, такое вот вышло видео. Делать обзор на вторую часть вектора я не буду, потому что у меня это совершенно дурак, который порезтира, начну назвать. Ну, в принципе, да, можно и так. Что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите обязательно колокольчик. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok